На телеканале ИКС специальный выпуск новостей. В студии Светлана Федодеева. Здравствуйте. 52 километра нового асфальта строительства севастопольского участка Тавриды. 2017-й дал старт реализации крупных проектов в городе в области дорожного хозяйства. Впервые за несколько лет в Севастополе начали проводить не только текущий, но и капитальный ремонт городских дорог. Все благодаря средствам, которые выделили в бюджет города в 2017-м. Какой дорогой шел Севастополь в прошлом году в сюжете Анны Леготиной. 2017-й начался для работников департамента транспорта с серьезных задач. В марте в районе села Поворотное из-за оползня разрушилась дорога. Несколько недель понадобилось на то, чтобы остановить огромный движущийся пласт грунта. Когда это удалось, специалистам пришлось укрепить участок и только потом положить асфальт. На все работы ушло полгода и 100 миллионов рублей из резервного фонда. Смонтировано 26 свай буроналивных диаметром 1 метр и глубиной 18 метров. То есть, если бы вот эти сваи были не под землей, а наоборот в другую сторону, то это была такая впечатляющая колоннада. Для Севастополя 2017-й год в области дорожного хозяйства стал переломным. На ближайшие три года выделили рекордное количество средств – почти 6 миллиардов рублей. Это средства местного и федерального бюджетов. До 2020-го отремонтируют и построят 250 километров городских дорог. 52 из них уже сделали. Самый масштабный ремонт в 2017-м развернулся на проспекте генерала Острякова. За несколько месяцев с опережением графика подрядчик заменил 4 километра дорожного полотна. Установил новые ограждения, ливневки, канализационные колодцы, дорожные знаки и опоры контактной сети троллейбусов. При строительстве дороги ушли пожелания жителей микрорайона. Одно из них – пешеходный переход между остановкой комплекс и пятым километром. Раньше людям приходилось перебегать, этот участок дороги. Нередко случались и аварии. Сейчас за безопасность можно не переживать. В конце 2017-го года началась активная фаза строительства в Севастополе федеральной трассы Таврида. Подрядчик уже начал разравнивать участок в районе Верхнесадового. Здесь вскоре начнут делать первую многополосную развязку трассы. В 2018 году будут проведены земляные работы, подготовка земляного полотна, проведение всех работ по археологии, по обезвреживанию, если понадобится от снарядов времен Великой Отечественной войны. Компания размещает свои мощности уже до конца первого квартала 2018 года. Около 300 человек будет работать. Протяженность седьмого участка Тавриды больше 13 километров. Проходит от Верхнесадового до Инкермана через Микензиевское лесничество. К 2020-му здесь построят четырехполосную дорогу с одной и двухуровневой развязками. Возведут также 30-метровый мост через реку Бельбек и железную дорогу. В правительстве уже готовятся к строительству следующего, замыкающего участка федеральной трассы Керчь-Севастополь. В настоящее время ведется техника экономической обоснования инвестиций. Мы предполагаем, что будет финансироваться этот объект из федерального бюджета и планируем включиться в соответствующую федеральную целевую программу. Протяженность, маршрут, дороги и стоимость работы определят до июня этого года. В планах руководство города закончить восьмой участок Тавриды одновременно с седьмым. В 2018-м начнут строить и другие дороги в черте города. Технико-экономическое обоснование по Гераклейской ракаде уже разрабатывается. 15-километровая трасса должна соединить Нахимовский, Ленинский и Гагаринский районы. Задача Гераклейской ракады организовать такую транспортную связь, минуя исторический центр города, дабы его разгрузить. В этом году заложили в бюджеты реставрацию шести километров дороги Севастополь-Камышовая бухта. Ее сдадут в эксплуатацию уже в 2019-м. В ближайшее время новый асфальт севастопольцы увидят и на Рыбацком причале, проспекте Октябрьской революции, улицах Новороссийской и Корчагина. Вскоре в городе может появиться транспортный переход по Севастопольской бухте. Он соединит центр города и северную сторону. Сейчас специалисты прорабатывают варианты, как это можно сделать технически и подсчитывают, во сколько обойдется такой смелый проект. А пока севастопольцы по старинке перебираются на другую сторону в объезд или на катере. Не осталось без внимания и медицина города. В 2017 году отремонтированы более 15 тысяч квадратных метров помещений. Открыты три новых отделения – инфарктное, реанимационное, а также городской пульмонологический лечебно-диагностический центр. Постепенно улучшается и кадровый вопрос. Привлечено в два раза больше специалистов по сравнению с 2016. Итоги года в сфере здравоохранения подведем в следующем сюжете. В 2017 число участников проекта «Бережливая поликлиника» по сравнению с 2016 возросло в шесть раз. Теперь таких медучреждений 12. Одно из первых в городе начала реализацию программы «Вторая поликлиника на улице Ярошенко». Посещение медучреждения для пациентов стало намного комфортнее. А главное – сократились очереди. Теперь за шесть часов могут принять около 400 человек. Запись на приём к врачу через инфомат. В холле дежурит администратор. «Карт сейчас нет у нас. Видите, всё в электронном виде. Как это было? Мы бегали за этими картами постоянно, записали, побежали её искать, отнесли к доктору. А сейчас мы сидим на месте. Электронные отправляем по скайпу и всё». Увеличилось здесь и число врачей. Сейчас работает 14 участковых терапевтов и около 20 узких специалистов. Проект «Бережливая поликлиника» позволил решить проблему нехватки кадров. Привлекли молодых специалистов из Екатеринбурга, Перми, Башкирии. «Если срок ожидания забора крови составлял до двух недель, то сейчас сутки двое максимум. Если сроки ожидания консультации узких специалистов и терапевтов было 14 дней, стало сутки – это участковый терапевт, узкие специалисты – от 5 до 10 дней в зависимости от специальности». Введение электронной карты пациента помогло оптимизировать работу. Сегодня вторая поликлиника обслуживает около 60 тысяч пациентов. Созданное отделение профилактики открыт дневной стационар, обновили рентген-кабинет и кабинет флюорографии. В этом году проведут капитальный ремонт здания. «Будет меняться кровля, будут меняться стены, проводка, вентиляция. Будут устанавливаться три единицы рентгенологического оборудования – флюорограф и маммограф». Раньше, чтобы получить консультацию врача или сдать кровь для исследования, жители Золотой Балки ехали в поликлинику Балаклавы. Сегодня в этом нет необходимости. В населённом пункте открыли фельдшерско-акушерский пункт. Есть всё необходимое – процедурно-прививочный кабинет, ЭКГ-аппарат, автоматический дефибриллятор на случай неотложной помощи. Особое внимание уделили созданию зоны для самых маленьких пациентов. У нас пеленальный стольник, он идёт с подогревом, то есть ребёнок здесь не замерзит, не простудится. Ему будет комфортно и, естественно, меньше будет плакать. Теперь, чтобы сделать прививку или получить консультацию врача, жителям села Вишнёвое преодолевать расстояние больше пяти километров не надо. Здесь тоже открыли ФАП. В общей сложности в 2017 году открыли пять пригородных фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в сёлах Хмельницкое, Тыловое и Дальнее. Это, по сути дела, приближение медицинской помощи ближе к населению. Нет необходимости ездить в город, есть возможность первую помощь получить именно здесь. Поэтому продолжите в планах правительства эту работу. В этом году построят ещё пять ФАПов – в Родном, Гончарном, Родниковском, Широком и Поворотном. По словам Дмитрия Овсянникова, это полностью закроет медицинскую потребность во всех населённых пунктах региона. Также в планах капитальный ремонт лечебного корпуса и поликлиники в Орлином и фельдшерско-акушерского пункта в Передовом. В 2017-м региональный сосудистый центр получил лицензию на ведение деятельности. Кроме высокотехнологичных обследований, врачи здесь проводят больше десяти видов операций в день, в том числе и лечение сложных нарушений ритма сердца. Ввели в эксплуатацию стационарный биплановый ангиограф. С его помощью можно получить 3D-проекцию сердца. Она сокращает срок диагностики и позволяет проводить более сложные исследования. Сами процедуры проводятся таким образом, что хирург должен сделать сосудистый доступ, максимально близко подобраться к той части сосудистого русла, на котором будет работать, ввести туда контрастное вещество. А сам аппарат-ангиограф запишет с помощью рентгена, как это контрастное вещество будет распространяться по сосудистому руслу и эту картинку отобразит. Прошлой зимой в доме-интернате для престарелых инвалидов завершился капитальный ремонт двух корпусов. Обновили системы вентилирования и отопления, закупили современное кухонное оборудование, отремонтировали санузлы и комнаты, установили пластиковые окна. Сотрудники учреждения особо гордятся отреставрированным актовым залом. Паркетный пол, сцена, новые люстры. На ремонт из бюджета выделили 120 миллионов рублей. Нам очень важно поддерживать учреждения. Забота о престарелых инвалидах является приоритетом в работе. И если станет теплее, уютнее, если мы сможем сделать хоть на шаг лучше, я буду считать, что работа правительства в этом направлении может быть отцена лучше, положительнее. Уделяли внимание в 2017-м и межрегиональному сотрудничеству. В течение года в город несколько раз приезжали коллеги из Морозовской больницы – хирурги, неврологи, ревматологи, кардиологи, онкологи. Московские специалисты принимали особо сложных пациентов. Делились опытом с нашими докторами во время мастер-классов и конференций. Севастопольские врачи, хирурги, урологи, травматологи, нефрологи также приезжали в Морозовскую больницу. Полученный опыт теперь применяют в работе. Таким был ушедший медицинский год. О здоровье в 2018-м севастопольцам желают Елена Корнухова и весь коллектив информационного канала «Севастополя». Прошлый год в Севастополе был насыщен и культурными событиями. На берегу Черного моря прошли масштабные фестивали. Наш город посетили известные артисты, возродились исторические музеи. Самые масштабные события посетил президент России Владимир Путин. О том, как прошел культурный 2017-й год, вспоминала Юлия Ефремова. Одно из самых масштабных событий лета 2017 – опера в Херсонесе. Севастопольцы и гости города три дня наслаждались оперным искусством с видом на базилику 1935 года. Такого в Севастополе еще не было. На фестивале выступили лучшие оперные певцы мира. Билеты на концерты раскупили в считанные дни. На месте организаторы оборудовали дополнительные места в зрительном зале. Послушать оперу под открытым небом приехал даже президент России. Летом на Михайловской батарее прошел четвертый большой благотворительный офицерский бал. Более двухсот пар стали участниками танцевального вечера. Благодаря информационному каналу Севастополя событие впервые транслировалось в прямом эфире. Это самое масштабное культурное событие Крыма. Бал проводится в рамках празднования Дня России и Дня города-героя Севастополя. Вместе с вами наблюдать за происходящим в прямом эфире будем мы, ведущие информационного канала Севастополя. Буквально за несколько последних месяцев ушедшего года Севастополь посетили много известных артистов. Журналистам нашего телеканала удалось пообщаться с музыкантом Сергеем Мазаевым, драматургом Евгением Гришковцом, актерами Александром Домогаровым и Михаилом Пореченковым. Запомнился 2017 год и событиями, которые Севастополь ждал много лет. Открылась античная выставка в Херсонесе. С августа реконструированный музей снова принимает гостей. Первым посетителем стал Владимир Путин. Этот музей создан из великолепнейшей коллекции Херсонеса Таврического, которая не просто была сохранена, а еще и отреставрирована и достойным образом представлена. Возродили и Константиновскую батарею. Долгие годы уникальное фортификационное сооружение стояло разрушенным. Реставрировать музей Русское географическое общество начало еще в 2015 году. Все помещения восстанавливали по старинным чертежам. Их предоставил Центральный архив военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Эти стены видели кровь героев, которые защищали город и в первую, и во вторую оборону Севастополя. И нам крайне важно, чтобы мы могли показать нашу историю не только жителям города, а всем гостям, которые любят наш город, приезжают к нам. Насыщенным стал год и для севастопольских актеров. Театр имени Луначарского впервые принял участие в федеральной программе «Большие гастроли». С четырьмя лучшими постановками артисты посетили Санкт-Петербург. Мы настроены по-боевому, нам очень нравится, что мы едем туда, потому что для театра это очень важно, выезжать за пределы своего места намоленного, потому что это развитие и для актеров, и для театра. Этими событиями год в Севастополе не ограничился. Минувший год запомнился нам многочисленными выставками, концертами, флешмобами и тематическими фестивалями. Культурная жизнь города развивается. Многие события происходят впервые и тут же завоевывают любовь местных жителей, привлекают в Севастополь гостей. Юлия Ефремова и весь коллектив информационного канала Севастополя загадали желание, чтобы в 2018 году ярких и интересных событий в городе стало еще больше. В продолжение темы культуры. 5 января 1918 года в РСФСР перешли к новой орфографии. Тогда из русского алфавита исключили буквы «Ять», «Фито» и «Десятиричное». Вместо них ввели «Е», «Ф», «И». После орфографической реформы исчезла и буква «Ижица», а вот твердый знак остался неизменным разделителем в русском алфавите. Спорт в нашем городе – часть жизни каждого севастопольца. От футбола во дворе до профессиональных достижений на большом поле. Каким получился уходящий год в спортивной жизни Севастополя – в сюжете Михаила Кумброва. 2017 год для главного футбольного клуба Севастополя получился богатым на события. Новый главный тренер Алексей Грачев под его руководством весь год Севастополь показывал игру уровня российского чемпионата. Только два поражения во второй части сезона – это дало морякам возможность финишировать на первой строчке турнира и стать чемпионами премьер-лиги Крымского футбольного союза, вторыми в истории чемпионата. Уже через два месяца, 12 августа, Севастополь подтвердил свои чемпионские амбиции, обыграв матчи за суперкубок Евпаторию со счетом 3-1. Поздравляем с хорошей концовкой. Мы прошли дальше в кубке, две ключевые игры непосредственными соперниками выиграли. Ну и год у нас получился насыщенным. Мы в этом году стали чемпионами, выиграли суперкубок. Он и эмоциональный был, не только в играх, и бытовые вопросы. Но все у нас наладится, как говорят, все у нас будет хорошо. Но не только футболом живет наш город. С недавнего времени возобновил свою работу стадион пляжных видов спорта в Парке Победы. В августе на нем прошли первые соревнования Кубка губернатора по пляжному футболу и волейболу. Соревнования стали возможны благодаря инициативе управления по делам молодежи и спорта. На сегодняшний день поставлена задача по формированию данного вида спорта, выбору спортсменов, формированию севастопольской команды. На следующий год мы хотим уже полноценно в повестку пляжного футбола включиться. И сейчас над этим работаем. А бухта Омега этим летом собрала их сменов со всей России. Любители парусных видов спорта приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других городов. Парусная неделя Севастополя особенно запомнилась детской гонкой в классе «Яхт-оптимист». Тогда более 300 детей своими парусами украсили бухту круглую. Здесь же прошли соревнования флайбордистов и аквабайкеров. Организаторы и посетители фестиваля отметили высокий уровень и удобство для проведения яхтенных гонок бухты круглой. Сейчас рассматривается вариант, чтобы именно она стала одной из тренировочных баз сборной России. Приходят на такие фестивали не только профессионалы, спортсмены, но и приходят те, кто хочет полюбоваться парусами, кто хочет полюбоваться на выступления спортсменов-флайбордистов, на чемпионат аквабайка смогут здесь полюбоваться наши посетители фестиваля. В июле на мысе Хрустальный прошел первый масштабный фестиваль экстремальных видов спорта. Спортсмены со всей страны приехали в Севастополь для участия в соревнованиях по водным видам спорта, а на берегу соревновались скейтеры. Среди гостей нашего города в 2017 году были и спортивные звезды. Например, чемпионы Олимпийских игр разных годов. Они провели встречу с севастопольцами в спортивном зале школы Олимпийского резерва номер 8 на северной стороне. А в школе Олимпийского резерва номер 2 с мастер-классом для воспитанников выступил чемпион мира и Европы под жюдо Иван Нифонтов. Жюдо это вообще высокоинтеллектуальный вид спорта. Он развивает физически, он развивает духовно и он развивает интеллектуально. Мы даже к вам зашли, все ребята поаплодировали, тихо сидели, слушали. Молодцы. Это сразу заметно, что ты пришел в зал жюдоистов. В Севастополе прошли первые в стране соревнования вооруженных сил по пауэрлистингу. От Балтики до Хабаровска почти из всех военных округов и вида войск приехали в Севастополь спортсмены. Девушки-военнослужащие Черноморского флота собрали большую часть наград во всех весовых категориях. Мы боремся всегда за первое-второе место. Вообще ставим самые большие задачи и цели. Так мы и организаторы, и хозяева. Конечно, мы, во-первых, и стены помогают, а во-вторых, мы к этому чемпионату очень сильно подошли. В любом спорте нет побед без поражений. И Севастополь не исключение. И все-таки побед и достижений было больше, что подчеркивает интерес правительства к спортивной жизни Севастополя. Устанавливают площадки для воркаута и спортивных игр. На северной стороне, на улице Владимира Симонка, открыли футбольный стадион. Арену назвали «Виктория». За спортивной жизнью города в 2017 году следили Михаил Кумбров и весь коллектив информационного канала Севастополя. Наш специальный выпуск завершен. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодеева. Оставайтесь на информационном канале Севастополя. Субтитры создавал DimaTorzok